Я вернулся обратно в янтарную гряду, стою возле вот этих штучек синеньких. Нас тут недоел вот этот квест остался. Давайте посмотрим, что там за цепочка у этого квеста. И где вот этот данный квест интересно находится, потому что он немного в странном месте расположен, где-то на воде. Это либо там... Ой, опять вы меня замедлите до нуля. Как вы это делаете, я не понимаю. Так, ну-ка, отчерчь в этого поубежали... Убежали от того... Ааа, бежать! Чуваки, отстаньте. Я, кстати, могу их замедлить пока. Попробуйте убежать, не? Стан сейчас пройдет, если я могу снять. Пройдет стань, нельзя снимать. Зачем? Снова стан. Ну, чуваки, зачем вы это делаете? Могли бы просто отвалить. Да, у меня снова скорость передвижения 0. Настакали, блин. 110. Нормально так. Ааа, я думаю, вот... Классики тут реально будет очень жестко с этими чуваками, раз они... Даже на актуале могут тебе так легко... Настакать скорость до нуля. Так, это... Что у нас тут? Стоп. Зараженный кода... Это он... А нам дадут квесты здесь? Это, возможно, здесь ордынские квесты? И мы их делать не будем. А вон, кстати, разлом. Мне прыгать? Ну, прыгнуть я прыгнуть могу, да, но... А назад как? Здесь, что ли? Вроде нет. Даже... Да, вот тут, мне кажется, я не поднимусь. Может, там эти телепортации были, нет? Я что-то пропустил. Возьми с собой прибор. Ну, предположим, я найду способ, как оттуда выбраться. Я даже не уверен, как мне туда спуститься. Мне кажется, я не далечу, да? Если я прыгну здесь... Куда-нибудь сюда упаду и гг. Выше прыгать? А вот тут... А, нет. Нет. Что-то не видно спуска нормального. Это кто? Погибель? Что они тут делают? О, не-не-не, тихо. А в какие-то кто-то? Это элитный, да, кто-то? Да, господи. Кабан, отстань. А в плане? Чего? Они живой каван, кстати. Блин, я тоже хочу эти квесты поделать. Стоп, это... Нет, это не тот. Чувак с озвучкой даже нихрена. Я, кстати, подумал, что это чел из знака срама. Там, по-моему, есть хиги нечестиво или как-то так его звали. Тоже похожая модель ИК. Ну, тут как бы тоже нету спуска. Что-то я не понимаю, как туда по-нормальному. Вода, да, тихо, тихо. Ну все, ладно, прыгаем. Тут вода, близко. Как выбраться из этой воды? Что-то пока ноли делить. Может, меня достанут? Может, телепортируйте меня назад после того, как я это все завершу? Даже так работает? Ну-ка. Запись показаний в сейсмическом активных точках в рейской тундре. Блин, сейчас окажется, что можно было это оттуда, например, кастануть. Мне сюда спускаться не надо было. Ладдара. Что-то нормально меня не убивает. Так, расчет сейсмических. Чего-то там. Угу, цель достигнута. Брат, меня кто-нибудь заберет? Ну пришли эти драконы. Ну, чё вы, блин? Ну, чуваки. Чего меня тут бросили? Мне плейдер или? Блин, а арде тут, наверное, кстати, удобно делать этот квест. Потому что они, возможно, могут сюда вернуться. Пройти по своим этим владениям. Я-то туда не пойду. У меня там, скорее всего, убьют стражники. Чё у нас в подворе? Ооо. Клады, кстати, красивые. Тут какие-то тоже расселены. Глубокие. Блин, сплавлю туда, но, наверное, бессмысленно. Ааа, так. Ну, под водой ничего не видно. Что мне могло бы помочь? А, вау, лол. Это я не заметил? Или я всегда стоял так, что этого было не видно? Окей. Ну, я, значит, плыл туда. Да, и тут на карте отлично видно этот спуск. Странно, что я его не заметил. Но, да ладно. Испинокарту вроде не смотрел. В принципе, спрыгнуть туда можно и оттуда. А, подняться, видимо, и здесь подниматься надо. А здесь, правда, вот эти чуваки... А, да-да-да, мне же тут чуваки напали, они меня отвлекли. Давайте через магов бегать. Хотя маги стрел свои кастуют, но хотя бы они своими стрелами меня скорость до нуля не спускают. Потом будем пробегать через них. Ну, и пробегу я сам, конечно же, ужас. Блин, какие вот эти огоньки прикольные здесь. Вот бы ночью на них посмотреть. Мне кажется, в Вове нету то, что прям такие освещения красивые есть. То есть это огоньков. Даже от этих вроде особо ничего не исходит. Просто синий огонь. Ночью, наверное, не так круто будет смотреться. Но видеть все равно хотелось бы. И хотелось бы, чтобы это красиво смотрелось. Здесь вон много где они поставлены. Должно выглядеть красиво. Так, разлом сделано. Поразительно. Это пока что самая большая аномалия. Но, боюсь, худшее еще впереди. Наблюдение за расселенной расколотой бездны. Чувствуешь? Это был уже последний толчок. А что тут творилось несколько минут назад? Боюсь, мне снова придется попросить тебя помощь. Мои инструменты указывают, что неподалеку, к западу отсюда, глубоко под водой, образовалась огромная расселена. Как и раньше, мне нужно, чтобы ты взял тайнометр и зафиксировал данные этой аномалии. Я применю заклинание, которое позволит тебе дышать под водой. Если срок действия заклинания исчезнет, раньше, чем ты найдешь аномалию, возвращайся ко мне, я его обновлю. О, возвращайся. Где-то? Где-то далеко бегать? А, нам в другую сторону на этот раз. Окей, я думаю, нам снова туда же. Снова я не вижу спуска. Где мой спуск? Можно сверху так спрыгнуть здесь. Так прям предлагают здесь прыгнуть. И приземлиться ровно на эту землю. Кстати, нет, вот спуск, пошли его. Что-то я вспомнил себя Вить Макс с этим, со своим островами скинлиги, где в главном городе примерно такой же. Между огромной горы, мост, правда он там соединен. Чтобы... Сейчас. А чтобы быстрее спуститься в... Вниз, и некоторые прыгают иногда в воду. В принципе, в Ведьмаке это работает. Правда, там не всегда легко приземлиться. Так, ладно, давайте спускаться уже. А то что-то тут про Ведьмак вообще начал. Блин, ну у воина, кстати, нету пока никакого спуска. Потом у нас появится героический прыжок, можно будет им приземляться. Но пока у нас его нет. Поэтому мы спускаемся по-нормальному. Или на ваниле, получается, у воинов вообще ничего нет. Ну там много, ладно, у кого ничего нет. Угу. Это рыба тоже, так думаю, для ловли. Косяк. Левского морского дьявола. А, рыбалка. Не знаю, может... Ты мне дал, да? Да, подводный дыхание у меня есть. 30 минут. Я думаю, за 30 минут мы все успеем тут делать. И он про это расселили, видимо. И нам прям до самого низа платят, я так понимаю. Там звезда какая-то лежит. Еще одна. Большие звезды, так-то. Ужасно, насколько реально низко надо спускаться. Наверное, в разных местах попробовал. Протестить. Главное, чтобы над самой расселенной ты встать. Карта вот ориентирует. Сейчас мы будем где-нибудь в центре, я попробую заюзать. Заюзается? Нет, нужно намного ближе, видимо. Ай, блин, бинз глаза. Можно так сделать, чтобы карта была... Прикрывала слишком ярко свечение. О, заюзалась. Ну, примерно уронют этих камней. О, ух, как нет, это, блин. Свет не бьет в глаза. Так, ну, я вернусь там уже. Так, сделано. Какая-какая она по размеру? Невероятно, я должен немедленно сообщить Даларан. Наблюдение за расселенной, пещера зимних плавников. Мне нужно собрать воедино мои заметки и подготовить выступление для моих коллег в Даларане. Пока я займусь этим, я должен попросить тебя посетить пещеру зимних плавников на севере отсюда. Тебе нужно будет воспользоваться тайнометром, стоя у устья пещеры. А возвращайся ко мне, как и только соберешь данные. Без них моя документация будет неполной. А, порт сдаст. Красненький, да? Это где? Ой, блин, как же тут далеко бегать, эти квесты делать все. Так, по первой, наверное, он быстрее будет добежать. То есть здесь мы бежим до берега, а потом переплываем на тот берег, да? Блин, даже здесь спуститься сложно будет. Не, здесь можно, наверное, сюда вот так вот спуститься. Пробежать вдоль вот этого берега. И где-то там попасть в эту пещеру. Либо можно, в теории, спрыгнуть сразу в воду и попробовать проплыть. Но тут вроде по берегу нельзя пройти, а то там такой слишком резкий. С другой стороны вроде тоже плохая идея. Да, надо бежать на коняшки. Блин, может быть... Да, давайте, короче, пойду коняшку лучше. Так, все, я быстренько слетал в Штормград. Насколько можно было сделать быстро. И теперь у нас супер-быстрый маунт. И я думаю, мы побыстрее побежим по этому берегу. Да, здесь вот можно спуститься, как я хотел. Да, и сильно получили урона. И главное, выжили. Урон, в принципе, вообще не получили. Что все безопасно. Так, а до куда нам бежать? Да, ага. Вот этой дороге, видимо. Наверное, лучшая идея бежать по этой дороге. Потому что, возможно, там есть какие-то квесты. Плюс там нет мобов. А, которые, кстати, духи. Ну, вообще, про то, что мобы могут мне помешать. Как вот делали эти чуваки, которые меня замедлили до 0 скорости. И они уже пытаются это сделать. Поэтому правильнее, конечно, было бежать по дороге. Но мы уже добежали, либо за меня держение. Но как бы уже здесь. И это... Как раз таки, там ледяная пещера, которая нам нужна. Здесь какой-то пар идет. Это что? И сочник этот гейзер. О, водопадик. Что, там есть какой-нибудь сундучок? Ой, тут квесты. А-а-а, квесты. Приюты зимних плавников. Я, пожалуй... Думаю, мы начнем сейчас выполнять здесь квесты. Это морлок. Который странно выглядит. Мне кажется, это не настоящий морлок. Мне одному кажется, что это не настоящий морлок. Ладно, сейчас у него узнаем. Потому что он и король... Мргл... Мргл? Дегош. Что привело тебя сюда? Мне кажется, морлоки так не разговаривают. И глаза у морлоков не выпадают. Да, явно фейковый морлок. Обучение коммуникации. Чтобы помочь тебе, нужно научиться говорить на диалекте зимних плавников. В этом нам помогут силы природы и магии. Возьми эту пустую ракушку. На дне заполненного водой рва. Внизу обитает скольдер. Элементарь ярости воздуха и воды. Такое ощущение, что здесь должны были быть какие-то предыдущие кресты. О, морлоки-союзники. Жесть. Когда уже расу морлоков добавят? Я не могу понять. А когда сразишь ее, воспользуйся ракушкой для того, чтобы уловить волшебные пары над ее останками. Принеси наполненную ракушку мне, и тогда я смогу передать тебе знания языка зимних плавников. Бафф, тебе повезло. Один друг научил меня заклинанию подводного дыхания, которое очень тебе пригодится. Да у меня уже есть подводное дыхание, как бы тут еще 12 минут. А друг, наверное, про того самого мага и как раз таки и говорит, он его, наверное, и научил его. Прощай. Прощай. А, это, кстати, другой бафф. Подводное дыхание. Способность дышать под водой. Лучше добраться... А, лучше поскорее добраться до скольдер. А, интересно. Ладно. А, и тут деревня Мурлоков. И они нас не нападают, блин. Магарал, играй, маргарал, ровно. И тебе, мгарал, гарал, гарал. А, акулы, блин. Касатки. Блин, приятно они сражаться против Мурлоков, а быть на их стороне. А, так, а мне вообще куда? Стоп. И сюда. И сюда. Так, остатки мне, наверное, не нужны. Поэтому давайте пробуем их избегать. Хотя они моего уровня. И они вроде не элитные. Да, они необычные. Возможно, даже драться с ними. А, когда-нибудь понадобится. Так, там еще Мурлоки плавают. Так, ну мы плывем за ракушкой. Жесть, огромная штука. Ой, тут еще одна. Пустая королевская раковина. Она направляется на труп с кольдер. Ракушка заполняется ее магической энергией. Это враждебный Мурлок. Почему враждебный? А, стоп, это... Нет, это гарпунер. Это не он нам нужен. А где тот кто нам нужен? Блин, с Мурлоками под водой драться, кстати, супер опасно. Потому что они очень быстрые, убежать от них не получится. Поэтому много агрей точно не надо. Плавают они быстро. Так, мне прямо на совсем... А-а-а! Вот это мне чел нужен. Элементаль воды это что ли? Сверху не особо понятно. Блин, глубоко придется спускаться. Похоже на элементаль воды. Да, это он. Ну-ка, рывок. А, это он меня подкинул в воде? Интересно как. Так, а мне надо было на живого заюзателя, на мертвого. Хорошо, что на мертвого. Окей, все, забрали. То было бы неловко, если бы я его убила. Надо было, чтобы он был живым. А, нет, Мурлок, тихо. Так, нет, давайте я не буду. А-а, иринорировать то, что меня тут напали. Пытается бежать. И так, ладно, обратно я уже, наверное, сам допустил. А-а, обучение коммуникации. Тебе удалось наполнить ракушку паром с кольдер? Удалось. А, теперь я могу, смогу использовать сущность кольдер для внедрения в тебя моего знания языка мурлоков, зимних плавников. А че, мурлоки на разных языках разговаривают? Интересно. Иди с миром. А, торговля с зимними плавниками. А-а, че это было? А, вот, Родан, теперь ты сможешь говорить с мурлоками зимних плавников. И понимать их. Окей. Все? Вроде все. А, теперь, когда ты сможешь говорить с зимними плавниками, самое время познакомиться с ними поближе. Один из лучших способов с ними познакомиться, это вступить с ними в деловые отношения. А, не деловые отношения с мурлоками. Мурлоки больше всего ценит моллюсков, а торгует ими сейчас один только Ахлурглоркл. А на твоем месте я набрал бы моллюсков зимних плавников и подарил ему. А моллюсков можно набрать во рву, а также в деревне зимних плавников в пещерах. Удачи. В пещерах это... О, возможно, совместный квест. Сейчас будет. Но я так и предлагал, что так может быть. Ну-ка, стоп. Зимний плавник, ну-ка скажи что-нибудь. На мурлоковском. Некогда говорить, мне надо работать. Ладно. Мурлоки работяки? И что он интересно делает? Хватит по камням? А, это застрял. А ты что скажешь? Ты научился говорить с нами, человек, но я не впечатлен. А там, на другом берегу живут предатели и зимние плавники, которые должны быть уничтожены. А я знаю, что нам не стоило идти в эти пещеры. Это противоестественно. Жизнь тут мурлоки, но смущаются, работают. Некогда говорить, надо работать. А, так, это уже было. А, человек, почему это я должен захотеть говорить с собой? Твой народ, скорее всего, сам заварил эту кашу. Какую? Ведь мы в чем-то виноваты. Так, а, да, что-то не разговаривает. Ладно. А, я не слепой, знаешь. Я прекрасно вижу, что здесь происходит. Жизнь мурлоки крутые. И в игре до сих пор нельзя играть за мурлоков, серьезно? Когда, блин, добавить раз мурлоков? Ну, серьезно, уже давно про... Киев дракониты, блин. Кто просил драконитов? Так, мне нужны же не сомнения, а вот только вот эти штучки. Молюски. А, ну ладно, давайте через мурлоков. Тут, видимо, мурлоков тоже разделение на Альянс и Орду. А эти мурлоки за Альянс, а эти за Орду. А, вы реально, кстати, прикольно, если вы... Играя за Альянс, ты помогаешь одним мурлоком, а играй за Орду другим. Так, там, кстати, выпала ракушка, но это, видимо, обычные, да? Которые открываются. Блин, в классике эти ракушки в некоторых донжах... По-моему, эти непроглядные пучины прям падают в огромное количество. И засряйте инвентарь, приходится постоянно открывать, чтобы поменьше места было. Ой, блин. Тепл-таргет переключить, чтобы буйство нормально урон отнесло. Блин, вихрь надо перестать нажимать, потому что он меня жрет от ярости. Я не могу буйство кассовать. Так, мне не выпало с них ничего, да? Мурлоков, кстати, очень много. Опасная локация, опять же. Мурлоков всегда обычно было много. Здесь они прям как-то очень в большом количестве расставлены, они что-то светятся. Кто-то бафает. Почему они светятся-то? Может быть, их захватили? Их сознание, они, на самом деле, нормальные мурлоки, они их просто пропотели. О, можно на ходу открывать. Удобно. Так, давайте к пещере двигаться. Все-таки там квест тоже есть. Не знаю, вот этот квест с мурлоками связан как-нибудь с локацией, которая тут рядом где-то находилась, вот эта, например. Ну, тут надеюсь, что нет. Сейчас он со мной взялся. Ага. Ну что, я не могу таковать? А, потому что я таргет не взял. Точнее, у меня кто-то другой был на компьютере. Я вроде, как только повернулся, нажал тап, но он, видимо, не применился. Либо, наоборот, какого-то другого сбросился. Вообще, неудобно то, что эта штука оживет энергию. А, пояс? Давайте просто, чтобы был. В коллекцию, в коллекцию не добавилось все равно. А, так, а какой квест у нас здесь? А, замеры? А, точно, замеры здесь. Это прямо туда. Можно? Можно. О, не на меня? Просто я мурлычу тут. Окей, давайте добивать... Добивать моллюсков. А... Что здесь их вроде... А, вот же лежит. Сагрицы? Сагрицы. Блин, вот когда на актуале проходишь, ты даже не знаешь, что враг из себя представляет. Не отличаешь одного мурлка от другого. Когда на... На классике играешь, ты, конечно, знаешь, что оракл будет кастовать в тебя с пылы. Воины будут тебе фигачить магией. Хотя, вот это не кастует. Ну-ка. Либо это... Да, это молнии, плюс он еще хильц умеет. То есть, когда у него мало хп останется, будет хильца. Ну-ка. Начнешь хилиться? А, блин, он бегает. Слишком много хп стал. Он, кстати, может сейчас остановиться и начать хилиться. Потому что шаман умеет это делать. Но, видимо, не этот. Молния. Может, сейчас союзников вроде хилить. Может быть, этот не умеет. Будешь хилиться? Ну, не хочет. Ну, в классике прямо-то у них... И когда всегда остается мало хп, они обязательно начинают хилиться. Кстати, надо было тут этих пособирать. И тут уже последний, да. Я уже все собрал. Вот кого-то в клетке держат. Малютку держат в клетке. Бедненький. Ну, будем освобождать, надеюсь. Я же видел эту таркушку, нет? А, вот, да, вот она. Жесть, вот так вот уже не видно. Окей, возвращаемся. Так, и нам по этому к лицу тоже надо возвращаться. Но он далеко пока находится, поэтому мы вернемся к нему нескоро. Так, но я все-таки думаю, что эти мурлоки подчинены. То, что они светятся, которые каким-то бафом странным. И они все им светятся, поэтому я думаю, что их реально подчинили. И негодяи. И, может, сейчас у этих мурлоков знаем, почему эти враждебные. Почему они друг с другом враждуют. Я уверен, сейчас будет квест на освобождение мурлоков. Потому что там были мурлоки в клетках. А косатка с кем-то, кстати, сражается. С другой? Нет, не с другой косаткой. По-моему, она на мурлок напала. Не успел прочитать, кто там был. А, стоп, миша, да? А, мы уже этому кристой сдаем. А, мы вроде брали его. А, нет, мы ему сдаем, да. Мы же моллюсков ему принесли, чтобы он с нами разговаривал. Что это? Кто это? А, ты ведь человек. Разве ты можешь говорить по-нашему? А, это мне, да? Это что, какая-то ваша уловка, да, человек? Нет? А, ну, тогда спасибо, спасибо. А, будут еще моллюски, заходи в любое время. Мне нравится иметь с тобой дело. Так. А, у него нету квестов, но появились другие квесты. У других квестодателей мурлоков. Они или они? Наши сестры и братья по ту сторону стали нашими злейшими врагами. Они похитили наших малюток, выгнали нас из деревни, а убили стольких, что и не с честь. Докажи нам, чего ты стоишь, человек. Переплыви рассильно и убей их. Несмотря на расположение, выказанное тебе нашим новым королем, это единственное, чем ты можешь попытаться добиться нашего доверия. Если потерпишь неудачу, лучше не возвращайся. Пятнадцать? Стоп, чего? Всего пятнадцать мурлоков? Нет, погодите. Вы приютите... В приюте зимних плавников убейте воинов, оракулов и грабунов. Он не просит меня спасать. В смысле не просит спасать? Не надо спасать, что ли? В смысле нет? Я хотел лужейки спасать. Так, это тоже, конечно, какой-то дает. Приветствую. О нет, наши бедные малыши. А, вот этот, видимо, дает. Как хорошо, что ты снова здесь. А когда... Это же не мурлок, блин, чел. А когда из-за оплотня в деревне напротив обнаружились пещеры, и из одной из них вылез злобный лангустин, которого называют Клаксимус, и похитили малышню зимних плавников. Что-то странное произошло со всеми мурлоками, погнавшимися за ними. И когда они показались вновь, то оказались подвластны ему. Воин, ты должен переплыть эти воды и спасти малышей зимних плавников. В деревне и в пещерах. А будущее племя зимних плавников зависит от тебя. О, аксессуар дают над действием универсальности. И плечи. Оля, какие... У меня таких вроде еще не было. Бенадрес. Так, снова переплываем. У нас оба квеста там убито и спасено. Да, будем убивать и спасать. Ну, нет на времен, а одних убивать, других спасать. Конечно, хотелось бы сразу идти, эти квесты. Да ладно. Так, мурлок, стой. Нужно на тебя чаркнуться. Опа. Быстрее перемещение. О, сейф выпал. После меня открыть его нечем. На кто-нибудь открыть и сейф. Блин, на классике иногда можно просить каких-нибудь урок открывать сейф, и они открывают. Здесь подразумевают, мне никто сейф не откроет. И смысла в нем на самом деле нет. О. Просто продам его. Ммм, так. Опять их спасаем. А, спасено 20, что? Ну, хотя бы по два. Идти домой. Ну, плыть. Вон там, туда. Идешь? Какие выходите? А, они за мной будут ходить? Окей, ну да, правильно. Одним им тут делать нечего. Снова посадят в клетки. Ну да, выйдите со мной теперь ходить. Да. Так, где-то как-то маловато. Точно по два будут, буду спасать. О, дробящие. Это Моргенштерн. Правильно, нормально мне не возьмется, потому что ручной приходится. Я надеюсь, там будет не по два спасаться. Конечно, 20 на 10 клеток. Один? Да, что так много? Нам тогда Мурлоков, наверное, поменьше убивать, чтобы не трать на это время. Там еще клетку вижу. Какие-то там успеваете за мной ходить? Пальцово, наверное, потратил ярость. Не привычно то, что ему не хватает кнопки заряда в этой штуке. Да почему один-то... Блин, я хотел по три, а они по одному дают. То, что вихрь не бесплатно тоже непривычно. Так, там больше клеток нет? Поехали туда. Они успеют за мной, или я не пропаду сейчас? Не хочу, чтобы они пропадали. Чтоб за мной бегали. Один встал. Давай-давай, беги уже. О, там вроде много. Минимум два. Давай, три, три. Где там, два. Три. Хорошо. Все, выходим. Там вроде не было. Ну-ка. Или внутри пещеры, я говорила, тоже есть. Помню, что-то говорили про внутрь пещеры, но... Чуть неохота в пещеру заходить. В пещерной, вот, в классике есть такая проблема, потому что если ты заходишь в пещеру, пока ты там убиваешь всех мобов, входя внутрь этой пещеры, а там внутри может быть какой-нибудь въезд, то, когда ты начинаешь выходить из пещеры, то все враги у тебя резаются. И тебе приходится заново все впивать. Это что, ко мне побежало? Ну-ка, давайте переключимся. Может, сейчас он там кильится на этот раз? Не хочешь кильца? Палка меня бьет. Не, чувак, кильца нам дует. Так, ну, этих мы уже убивили. В общем, кряхнут эти мурлоки. Один опять. Еще одна ракушка. Не, на ходу вроде нельзя открывать, или что? А, это неоткрывающиеся, понял. А, о, там что, клетка едет, наверное, уже новый начать заспавниваться. Что-то я, по-моему, уже и открывал. Так, ну, мурлоков больше убивать не надо. Так, аккуратненько подкрывать, чтобы... Курш, сократненько. Как же не мяукает. Так, можно, блин, и потому давай-то. И вот больше нуля, хотя бы хорошо, больше нуля. Все. Согласен на больше нуля. Это, скорее всего, просто не успели заспавниваться. Там, не ноли. Просто клетка закрыта, а мурлоки не заспавниваться обратно не успели. Ну, блин, я тему полотки. А-а-а. Блин, если там уже последний будет, мне еще три надо. А, этот вихрь поражал. Блин, привычка уже на смать вихрь, когда нет других кнопок. Три. Блин, ну, конечно, один. И там пусто. А-а-а. А-а-а. Заспавнивался, запавнивался. Быстрее туда. Блин, 20 мурлоков, это реально очень много. Буквально всех спасли. Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Все, зачиталось. И перестали вроде светиться. Все, за мной. Плыли. Не плывут, ну, как они плывут? Плавить-то умеете? Блин, не хочу через косатку их везти. Там еще одна косатка. Косатка, уйдите. У меня тут мурлоки. Блин, важно опираться по спасению мурлоков. Сейчас может провалиться. Сейчас одна косатка всех их сожрет. Быть неловко. Спасал-спасал, и бац, косатка просто проплыла и съела всех. Косатки, если что, мурлоки очень невкусные. Не аппетитные совсем. Может даже на них не смотреть. Никуда они делись-то. Эй. Мне плывут нормально. Так, это тот чел, по-моему, бросил мурлоков. Давайте ему их отведем. Бе-бе-бе-бе-бе-бе. А теперь, чтобы не случилось, будущее зимних плотников обеспечено. Тебе стоит похвалить и разнаградить за бескорыстную помощь Родан. Плечи, потому что везло. А, в солныши тот берется. Забыл уже. Меня хотят очернить. Я должен сознаться в некой конфузии. Меня шантажируют. Мгрол Мгрол Грол согласился почистить кое-какие мои вещи и захватил мой запасной костюм Морлока. И теперь угрожает раскрыть мою истинную природу всем сильным Морлоком. Нет уж для объяснять, в какой катастрофе это было бы. Кроме того, у меня есть один план, предполагающий, что костюм нам понадобится вернуть. Прошу тебя, Родан, пойди в Мгрол Мгрол. Сниму точник на другую сторону приюта. К северу сделай все, что он от тебя потребует. Пусть звезды направляют тебя в пути. Так, ты что скажешь? А, я доволен, я чую медный запах их крови на твоих руках. Неплохо для начала, человек. А, и все? Блин, давайте тогда кто-то тоже задим. И мы следующий кристы будем давать, он нам. Так, нам у нас, кстати, вот этот крист тоже еще до сих пор не доделал, нам будет вернуться. Нам вроде и конец цепочки, поэтому давайте здесь все доделаем. Меня хотят зачернить, так. Ах-ах, ты должен быть тот самый, так называемый, королевский помощничек. Благаю, тот ночной эльф послал тебя меня умасливать. Ладно, у меня как раз есть дельцы для такого сильного создания, как ты. Грррррглэмррглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэглэгл услугу и добыть голову короля косаток, Грлгла. Того, кто плавает против течения, судеб, губя при этом надежды тех, кто услышит петь смерти над волнами. Немедлий человек, немедлий, пока мы тратим время на болтовнём, мурлоки и зимних полонников гибнут один за другим. Так, это... И тут ещё один квест. Окей, тогда давайте ещё в следующий раз сделаем.